Скажите, это склад? Тот самый? Да. Слава Богу, я пока к вам попал, ни вывески, ничего. Мне сказали, что здесь все есть. Я не верю, конечно. Как это нет вывески? Когда-то лет 50, может, и не было. А сейчас, пожалуйста. И склад. Да, тот самый, с которого начинается производство в СМПО. И уж поверьте, тут есть все, что вам нужно. И он оправдывает утверждение. Покажите мне свой склад, и я скажу, как у вас идут дела. А что все? Пойдемте, сами решите, что для вас все. В складах цеха 26 такой вопрос даже не обсуждается. Титановая губка – это наше все. Ежедневно на ВСМПО приходит не одна тонна сырья. Круглосуточно губка отправляется в плавильные цехи в 31-й на машине, в 32-й в железнодорожном вагоне. Но сначала на контроль. Высыпали, засыпали, погрузили, отправили. У нас все сходится. На наших складах такие кладовщики, ответственные. У них все сходится. Хоть стратегическое сырье – титановая губка, хоть алюминий. Для 1-го и 20-го цехов алюминиевые чушки поступают из разных уголков России и аккуратно складируются в отдельном помещении. В таблице Менделеева алюминий занимает 13-й прятковый номер. А на ВСМПО особое место – почетное. Почетным местом стал и склад лигатур. А ведь еще 5 лет назад на него страшно было посмотреть. И мастер склада Маргарита Казначеева тогда констатировала. Здание находится в аварийном состоянии. Это было результатом комиссии. Вот они посмотрели наше здание, обследовали. Здание находится в аварийном состоянии. Находиться в нем, сказали, нельзя. А сейчас находиться на складе и хранить дорогостоящую лигатуру очень даже комфортно. Вы только посмотрите, как преобразился он за последние два года. Стены новые, окна новые. В административном корпусе – красота. Впрочем, такие изменения в смысле ремонта и реконструкции коснулись многих складов 26-го. И начальник цеха Владимир Новиков не мечтает, а планирует. Будет теплее, светлее, комфортно. Это утверждение отчасти не коснется склада оборудования. Там светлее и теплее зависит исключительно от погоды, потому как хранится оборудование под открытым небом. Но только то, которое не боится ветра, дождя и снега. Ну или которое в склад никак не затащить, габариты не позволят. А уж что не такое закаленное, на стеллажах в помещении ждет, когда его в какой цех определят. Девушки-кладовщицы каждый насос, кондиционер или двигатель в журнал запишут, на каждый накладной оформят да под копирочку. Да, годы идут, а эти приспособления «Амбарная книга-докопирка» до сих пор – главные гаджеты в кладовых. И без силушки богатырской никуда. Знаете, сколько такой мешочек весит? Тонну! Как же его ворочают наши грузчики? Одной левой. А одной левой и абразивные круги на испытательный стенд ставят. Перед тем, как в цехи отправить, каждый проверят. А между прочим, хранится тут 373 578 абразивных кругов. Круговерь, да и только. Дальше идем. Ну, из одежды что-нибудь? Что? Шапки. Одна. Да, две. Дальше. Ну, еще одна. Три дальше. Четверку пишите. Так, обувь, сандалий импортных нет. Если надо будет сандалии, будут и сандалии. А вообще, кладовщики склада спецодежды всегда рады угодить клиенту. Оденем всех с иголочки. С иголочки? Значит, по последнему писку безопасной моды. Каски, перчатки, очки, рабочие костюмы, чего тут только нет. Для каждой одежки своя полка. А в наших складах все по полочкам. Ну, или по баллонам, как на складе газов. В СМПО без газа, как без воздуха. А еще, как без воздуха, без кислоты. В кислотохранилище 4 отделения. Для каждой кислоты свое. Азотной, плавиковой, серной, соляно-плавиковой. Десятки тонн реагентов для травильных отделений в СМПО хранятся в надежных цистернах объемом до 100 тонн. Хватает всем. Всего и всем хватает на наших складах. Нужен ключ или молоток, добро пожаловать на склад инструмента. Но кладовщик предупреждает. Инструмент хорошо работает, только в умелых руках. Лампочка перегорела. Электрический провод надо заменить или какое другое электрооборудование требуется. Электрики не ошибутся, если придут к нам. Ну а как на промышленном предприятии, да без мыла. А оно, между прочим, на складе химии хранится. Да вся таблица Менделеева у нас. В общем, что бы ни лежало в закромах заводских кладовых, мебель, гвозди, подшипники, горюче-смазочные материалы, все заказчик получит по первому требованию. Потому что у наших кладовщиков есть правило. Мы не тянем резину. Ну и мы не будем резину тянуть, а передадим привет от основных партнеров-кладовщиков. Директор по снабжению Евгений Пологов первый поздравил Цех-26 с 50-летним юбилеем. От имени всех снабженцев желаю, чтобы в Цехе-26 всегда был склад, да лад. Да, пусть у складского хозяйства в СМПО будет все складно, да ладно. И пожеланий начальника Цеха Владимира Новикова тоже пусть исполнится. И денег побольше на ремонт и реконструкцию, и зарплату. С юбилеем. С юбилеем. С юбилеем всех ветеранов, работавших в Цехе-26, и всех 149 человек, работающих здесь сегодня. Я на складе кладовщиком Проработал немало лет Настоящим стал мужиком Склад оставил на сердце след Научился считать носа Научился работать ночь Научился ногтями я Отковыривать старый скотч Я люблю тебя, мой склад Здесь всегда у меня уют Правда, больше люблю оклад И когда мне его дают Здесь я выучу слова Сейчас оформим И других еще много слов Потому что без этих слов Не бывает кладовщиков Продолжение следует... Продолжение следует...